Это слово станет известно наряду со словом «спутник» и со словом «перестройка». Это слово «могилизация», которое будет означать, которое является производной от слова «могила» и от слова «мобилизация». И очень точно русский язык ухватил этот процесс. И это тоже, в общем-то, способ борьбы с путинизмом, в том числе... Может быть, хотите сказать что-нибудь по поводу этого? Можно я сказать? Да, да, отлично. У меня тут написано, что от мертвеца не рожать еще. Россия в 90-х попала в огромную демографическую яму. Именно поэтому, кстати, я поступила на бюджет. Нас просто было мало. Россия стремилась к тому, чтобы повышать популяцию. Был популярен материнский капитал. И сейчас Путин объявляет, что... Он так говорит. 300 тысяч мужчин должны уйти на войну. Половозрелого возраста. Это, во-первых, все-таки убыток для экономики. Потому что мужчины, скорее всего, идут работоспособнее. Во-вторых, ну... А от кого женщины это еще нарожают? Таким образом... Убийство нации? С одной стороны, мы... Да, да. Убийство нации. Мы, с одной стороны, берем и даем денег за второго и третьего ребенка. А с другой стороны, получается, мы что? Занимаемся социальным скановозством. Мы растим пушечное мясо. Получается, Путин вкладывал в будущих солдатов? Да. Да, получается так. Нет войне! Нет войне! Посможность выходить людям на митинги – это как раз инструмент, который позволяет такие проблемы вычленять и последующим искать их решения. А средство массовой информации является тоже инструментом подобным. Путин – это профессиональное сообщество, профессиональный инструмент, который позволяет тоже обществу обращаться самому к себе. То есть СМИ – это, условно говоря, какой-то голос совести в обществу к самому себе. И Путин понял, что нужно этот голос заглушить, чтобы общество не слышало себя, чтобы оно не могло обращаться к себе, чтобы оно не могло провоцировать само себя на какие-то диалоги, которые Путину представляются опасными. И Путин выстроил систему контроля за СМИ. Эта система была основана на двух инструментах. Первое. На самые главные каналы Путин поставил своих людей. То есть первый канал – Эрнст. И ВГТРК – это телерадиокомпания, которая включила в себя медиахолдинг. Он поставил Добродеева. Это люди, которые его товарищи составляют косяк его преступной группы. Но в России было очень много… да, те каналы, которые были строго оппозиционные, например, НТВ, Путин уничтожил. Уничтожил в том смысле, что сделал так, чтобы они стали его повестку продвигать. Но в России очень много региональных каналов, очень много маленьких радио и этих самых. И Путин сделал, на самом деле, очень разумный ход. Они создали коммерческую компанию, которая стала посредником по торговле рекламы. То есть сейчас в России невозможно, ни одно телевидение, ни одно радио не может заключить контракт на рекламу, если этот контракт не проведен через эту компанию. Есть такой закон в России. А этой компанией управляет жена Путина. Национальная медиагруппа. То есть национальная медиагруппа – это как раз медиагруппа, которая является посредником между всеми СМИ и рекламодателями. И контролируя национальную медиагруппу, Путин контролирует все средства массовой информации в России. Я являюсь поклонником группы «Люмен» из города Уфы. И у них есть замечательная песня. «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство». Так вот государство, именно государство является сумасшедшим. И, во-первых, я хочу сказать спасибо всем армянам, которые нас здесь приняли, когда мы переехали, за ваше доброе отношение, за то, что вы все понимаете. Даже если вы говорите, что вы за Путина и так далее, мы прекрасно знаем, какой армяне замечательный народ. И я хочу, чтобы все армяне понимали, что Россия – хорошее, государство – плохое, именно российское государство. Браво! Спасибо! Сначала появляются иные агенты, а до этого еще появляются просто преследования тех, кто выступает с иным мнением. Потом меняется конституция, потом начинаются уже посадки людей. И на каждом шаге как будто бы у нас нет энергии, чтобы выйти и протестовать против этого. И поэтому мы, как лягушка, которую посадили в холодную воду и потихонечку подогревают, мы варимся в этом. И соглашаемся с таким, с чем уже согласиться нельзя. Вот сейчас мы находимся в такой точке, с чем уже согласиться совсем нельзя. Мы на пороге не только гибели миллионов людей, на самом деле, мы на пороге ядерной войны, потому что вся вот эта война, она происходит в интересах одного источника, то есть одного человека, который в этом заинтересован. Ни русские, ни украинцы, ни армяне не заинтересованы в том, чтобы убивать друг друга. Мы не заинтересованы в том, чтобы захватывать территории друг друга. Но мы как будто бы, ну как бессловесные твари, идущие на убой, соглашаемся идти на эту мобилизацию. И это ужасно. И мне кажется, что единственным выходом сейчас является наша гражданская позиция, гражданская позиция каждого. То есть если сейчас каждый из нас выступит, то ситуация изменится. Это очень важно. На прошлом митинге я услышал вопрос, как вы хотите свергать Путина, как вы хотите восстановить войну, находясь около оперы в Армении? У меня есть ответ. Никак. На самом деле сопротивление режиму Путина это бойцы ВСУ, это люди, которые жгут военкоматы и портят рельсы. Но сегодня все изменилось, потому что нас называют солдатами информационного фронта. И сегодня информационная война и действительные боевые столкновения – это одно и то же. Каждый убежденный вами человек, скидывайте им правозащиту Павла Чирикова, армии, собак армии, правозащиту Ковчега, другие горячелини, где распишут алгоритм действий по избежанию гибели за рейтинг бункерной гниды. Каждый отговоренный вами человек, это не только ваш спасенный знакомый, это украинский солдат, который останется в живых, это нерасходованный снаряд. Я был практически полностью, абсолютно, на 90% уверен в том, что Путин, он скорее проиграет войну, чем объявит мобилизацию. И когда, в общем-то, даже когда закон принимали, я это до последнего не верил, но, в общем-то, когда он выпустил свое обращение, я был поражен. Поражен в плохом смысле этого слова. И это значит, новый виток, новая, ну, некоторая шкала агрессии, соответственно, и новый повод сопротивляться, потому что ставки уже повышены некоторым, неопределенно повышены, и больше людей это коснулось. Одновременно с этим у нас появилось больше шансов этому сопротивляться. И я считаю, этим надо пользоваться, и поэтому об этом все равно надо не прекращать говорить. По поводу плаката я стою именно с ним по той причине, что я считаю, что вещи надо называть своими именами, а Путин – это убийца. Путин на врагу! Путин на врагу! Путин на врагу! Свободу полить заключенным! Свободу полить заключенным! Свободу полить заключенным! Свободу полить заключенным! Я из Хабаровска, у меня в Хабаровске остались родственники и огромное количество друзей, и сейчас происходит следующее, что Путин мстит не только политзаключенным, он мстит еще и регионам, которые имели смелость выступить в свое время против него. И то, что происходит сейчас в Хабаровске, как пишут мне друзья, как пишут мне мои дети, которые там, то есть это просто поголовное выхватывание людей с улиц, с домов, с университетов. Но самое страшное, мне рассказала сегодня моя свекровь. Она работает в штабе округа, если вы понимаете, то есть это главная такая военная организация в Хабаровском крае. И у нее, понятное дело, есть знакомые, которые по всему краю у нас расположены. И она говорит, вот всех, кого сейчас там хватают, а хватают их сотни. Я не знаю, как в других регионах, кто приехал, но из Хабаровска хватают сотни с университетов. То есть у меня учатся дети, они рассказывают. С работы, то есть это реальные факты. И их всех отправляют, но у нас есть такой под Хабаровском поселок, князь Волконка. И ей звонит оттуда ее друг и говорит, это просто ужас. Сейчас мальчишек вот этих, мальчишек, мужчин, запихивают, держат уже трое суток без еды, потому что просто не оборудован, просто наша российская безалаберность, безхозяйственность, нету возможности, нечем их кормить. То есть они их похватали, а кормить их нечем. Они сидят в комнатах по 50 человек, где по 10 человек должны находиться. И я к чему это веду? И даже когда их потом отправят на этот фронт, половина из них не будет обмундирования, не будет еды. Откуда Россия это возьмет? Это армия, которую они хотят увеличить настолько, а у них нету финансовой возможности это делать. И это видно уже сейчас. И я думаю, что это происходит не только в Хабаровске, это происходит во многих регионах. А ведь туда хватает и больных мальчишек. Они же не разбираются. И кто-то на той стадии еще может даже не доехать до фронта и погибнуть просто от того, что он находится в таких ужасных условиях. То есть этот режим он настолько прогнил, что я даже не знаю, каким образом он будет реализовывать те идеи, которые он делает. Но он это делает и все это только усложняет и ухудшает ситуацию. Нет моделизации! Нет моделизации! Нет моделизации! Нет моделизации России! Самое главное действительно это информационная война. Пока мы находимся здесь, 15 лет за фейки нам не грозит. И кажется, что уже нельзя сделать вид, что политика это что-то где-то там далеко, меня это не трогает. Уже всех это коснулось. Уже всех нас это коснулось, потому что мы уже вынуждены жить не в России. У каждого из нас наверняка есть братья, племянники, даже, не знаю, отцы и дяди, которые попадают под критерии первой волны мобилизации, которые собираются набрать 300 тысяч человек, якобы, но говорят, что уже будет миллион или 1,2 миллиона. Ни одному слову чиновников Путина и Пескова верить нельзя. Все это будет вранье, будут убирать людей, пока не закидают костями просто всю территорию. Путина в жопу! Сейчас мне лично становится очевидно, что большинство моих друзей, которые все были аполитичными, не ходили на выборы, все как-то пропускали мимо глаз информацию, новости, посты, которые кто-то писал. Сейчас все уже в курсе, все в курсе, какие есть у нас военные законодательства, кого призывают, кого не призывают. Я прошу всех поддерживать эту информированность всем людям, которые мудрились как-то не узнать об актуальных новостях, всем им помочь об этом узнать, подсказать источники, где можно узнавать правдивую информацию. У нас остались еще независимые малочисленные СМИ, всех, кто еще колеблется, кто еще в какой-то нейтральной позиции, всех подтолкнуть в нашу сторону, в сторону миролюбивых, против войны. Возможно как-то избежать мобилизации? Точнее, мобилизации. Вот один из способов уехать, другие способы юридически доказывать свою неприкладность и так далее. Тюрьма. Смог назвать тюрьму. Прятать. Все это приятно. Вон даже штраф летучий не подчиняется. Другой, а третий. Сими силами нужно избегать. Выбор либо погибнуть под Украином фронте, либо бородку. Да. Выбор плохой, но делать нечего. Предыдущие 20 лет на страну. Жизнь и свободы России. Да. Каждые полгода я был в судах и пытался доказать, что я не должен служить в войсках России. Меня просто не хотели проверять. На справке, которую приносил военкомат, говорили, что это все фигня. Можешь не переносить это. Выкини этот унитаз. Выкини, все. Че, ты не мужик? Это было очень тяжело. Мои матери звонили и говорили, что я уже в СИЗО. У меня скоро тут под коммунал. Я в это время был дома, она звонит мне перепуганная. Я говорю, ты где? Я говорю, я дома. Моей жене звонили и говорили, ее посадят за то, что она укрывает уклониста. На мою работу звонили, говорили, их уволят, приведите его за руку. Это все было два года. Два года я ходил и говорил нет. Это было тяжело. Очень тяжело. И когда я приехал в Армению, я смог вдохнуть спокойно. И сейчас я рад, что могу просто сказать всем, не только родственникам, друзьям. Я не представляю, что происходит сейчас. Это было в мирное время. Как будут звонить сейчас матерям и говорить, что вы знаете, наверно его уже посадили или он на фронту, или что-то еще. Я хочу просто сказать, что те, кто говорит нет, это очень сильные люди. Это сделать тяжело. Легче всего сказать, да, я пойду, вы что? Не прогнуться под систему, это сила. Будьте сильными. Я приглашаю вас к следующему митингу и, надеюсь, шествию. В этот раз нам не разрешили провести шествие. Я надеюсь, мы в суде этот вопрос еще затронем. Провести не только митинг 24 октября, но и шествие, чтобы мы не просто стояли здесь, когда немного людей слышат наши голоса, не слышат наш топот и наши крики. Но еще и тысячи армян на улицах увидят нас, шагающих и говорящих о том, что Путин предан Россию, свободу Навального, что российская перевития, ждет, прет, что нет мангилизации, что Путин убийца. Спасибо большое, дорогие друзья. Нет войне! Приходите, Акции 4 октября нет войне. И каждое 24 число следующего месяца. А может быть уже все закончится. Надеюсь, надеюсь. Или на полустрады Путина. Пусть лучше Путина в Гагу. Путина в Гагу! 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 Можно всячески относиться к Алексею Навальному, но он определенно показывает людям, как на самом деле обстоят дела в России. И то, что происходит сейчас, это только Потемкинские деревни. То есть красивый фасад для других стран до 24 февраля 2021-2022 года. А внутри все прогнило. Даже армия оказалась какой-то потешной. То, как сейчас происходит мобилизация, могилизация, как уже в феминистском антивоенном сообществе сказали. Я не верю, что она частичная. Я совсем в это не верю. И власть скажет, мне кажется, сейчас что угодно, лишь бы стащить тех, кто не имеет четкой позиции по этому вопросу. Недаром говорят, что седьмой пункт приказа засекречен. И, скорее всего, там действительно находится истинное число. И ходят слухи, что это миллион. И в миллион я гораздо больше верю. И я не представляю, как российская экономика будет оправляться на фоне кризиса, на фоне сокращения рабочих миллионов. На фоне того, что людей, которые в большинстве своем сейчас уже про эту волну, против войны, не должны будут отправиться в окопы, воевать, в общем-то, с народом, который не сделал нам ничего плохого. А оно все само как-то происходит без ответственности государства. Там, не знаю, хлопок, кто-то где-то закурил случайно. Все как-то случайно само и вот пришло вот в эту точку. То есть, выборы, все у нас, как там, везде мобилизация есть, а в Чечне уже и нет. Как-то интересно. То есть, вот она частичная мобилизация, видимо. Главы регионов каких-то, республик, решают идти людям на войну, видимо, или нет. Ну, в Чечню, может быть, решили не раздавать оружие. Я очень, на самом деле, уважаю Дагестан, что они вроде как пошли против. И это прям круто. Они заслуживают уважения. И мне хотелось бы, чтобы больше людей понимали, что у них есть выбор для того, как они придут в военкоман. Просто прячешься, не берешь трубки, бросаешь все, рвешь, сжигаешь. И также я не понимаю учителей, которые вроде как должны по идеалам сеять вечное и доброе. А на самом деле им сказали раздайте повестки. Они ходят и раздают в свое нерабочее время. И понимая, какая конечная цель. Мне этого никогда не понять. Я против войны любой страны, против другой. Не важно, кто это. Нормально. Война есть война. У вас никто не погиб на войне здесь? Погибли, почему нет? И дом забрали, и ничего. А вы откуда? Оттуда, где война. Война в Армении, это же все равно другое, чем война в России, понимаете? Война оборонительная от войны захватничества. Чем отличается? Почему захватничество? Ну, Россия, какой войной? Что она, война всегда, Украина была, все же, все же, украинцы, украинцы, не русские, что ли? Ну, они выбрали, их границы признали в 91 году, подписали договоры. И что, и что, и уже все? Конечно. У нас подписали все? Ну и у нас подписали, что дальше? Ну, вы нападали на Азербайджан или они на вас? Ну, не знаем уже, кто на кого напал, не знаю. Мы сообщаем, что он на Азербайджан напал. Мы вам сообщаем. А вы-то откуда, из Азербайджана? Вы из России? Да. Не видно, нет? Нет. Что, флаг поднять? Возможно, да. Все должны быть вместе, потому что, да, а когда внутри, внутри нет, не вместе, вы начинаете раздирать, понимаете? Вы уничтожаете все изнутри. А что вы нам предлагаете делать? А что предлагаете делать? Продавать себя забавным. Нет, ну это просто человек, который не имеет пропозиции. Но в России-то, в России не власть, а здесь же не властье. Айтишно. Нина, политический активист, блогер, отшель, псевдоним, 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 хоббит, отшельник. Юр, а где на тебя подписаться можно? На канале, хоббит, отшельник. Хоббит, отшельник, да? Блин, так может моя мама действительно тебя все-таки видела? Она говорила, что кто-то... Она видела какого-то блогера, продатого, типа, сейчас в Ереване. Как еще раз отшельник? Хоббит. У меня дверь круглая. С плакатом она меня видела. Слушай, с ролевиками связаны. Нет, нет, просто такой образ. Шиистский активист, между прочим. Шиистский? Ну, я в Шиисте не был, но... Он просто шиистский, потому что он сказал, что... Как шииты вырали. Шиист, шиист, шиист. 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 Шиист, правильно. Поехал, помню, помогал нам информационно. Круто, ну понятно. А я, собственно, выезжаю с дома, смотрю, там воззвание было, что... Блин, вот НОД так делает, кстати, снимает. Вы были, помните, когда-нибудь в Москве, вот сталкивались с активистами НОД? Ну понятно, они все знают. Они тоже, собственно, не подходят на любой оппозиционный митинг. Я помню, когда Ивана Голунова, соответственно, вот, ну вот я ходил тогда вас освобождать. Ну ладно, всем нашим приветствуем, называется, как бы, никого не стесняемся, просто вот... Они не скрытно снимают? Тоже так открытно? Нет, нет. НОДовцы, да, просто для юмора, для истории. Они всегда... НОДовцы, СЕРБ, НОДовцы, они просто подходили к протестующим и вот так вот в лицо наглую телефон вот так вот поставят и начинают тебя провоцировать просто. Здесь такие есть... Нет, сейчас селфи снимают. То есть, чтобы видно было. Кстати, Ольга, здесь шиисты активизировали. Все, как они находятся? Шиист. Почему шиисты опять? Шиист, шиист. Вы помните, хотели сделать свалку? Я помню, да, да. Ну, мне кажется, это уже так давно было. Это не прошлая жизнь, а уже позапрошлая. И что у НОДовцы там? С телефоном, с камерой. И она задавала такие провокационные вопросы или просто какие-то утверждения провокационные. Да, это я говорю конкретно, потому что здесь было еще 9 мая уже, когда собирались, у СОНСЕСТВА. Вот у НОДовцев всегда так было. Это, на самом деле, всегда был особо аттракционный где-нибудь на Манежной площади. Да, я как бы, ну, условно из Москвы, можно сказать, приехал, в Московскую область. А, собственно, вот подходишь к ним и начинаешь с ним просто беседовать. Вот, говоришь, слушайте, а вот как так получается, что вы говорите, что Конституцию писали американцы, да? Что у нас Конституция нелегитимна. Так я говорю, значит, что у нас и Путин президент нелегитимный, говорю. У них сразу такой катафонический ступор, да, возникает. Я говорю, вот вы против олигархов, да, выступаете. А конкретизируйте, пожалуйста, против каких именно вот олигархов выступаете. Вы против Ротенберга и Тимченко выступаете, например? Вы против Сечина выступаете? А они сразу-сразу вот как-то отморажат от этого всего дела. А где Федоров, кстати? Он уже гражданится, что на войну пойдет. Федоров прекрасен. Ну, сейчас, как бы, ходят слухи, что Милонов, значит, слава, да, слушайте. Ну, это понятно. Это не слухи, это вполне себе новость. Это кто, который в поезде ехал, уже там на Весной, он ехал в войну. А, этот? Федоров. Федоров, собственно. Еще там, где, в студии? Федоров в студии, как обычно, да, естественно. Но что касается Милонова, то есть, как про него Александр Глебович хорошо сказал, что, как бы, их вот четверых отрядили, все вот эти вот тусовки. И они, соответственно, теперь будут... Концертами есть. Естественно, то есть, как бы, естественно, они не пойдут там в какие-то боевые части и так далее. Вот. Ну, а что касается вот мобилизации, вот буквально из первых... Из первых уст я, ну, не буду так вот конкретизировать город, да, то есть, пожалуйста. Тем более, что это, в общем, по всей стране сейчас так. Ну, то есть, повестки приходят, ну, например, кому? Ну, вот брат моего друга, ему 20 лет, он не служил, он только закончил колледж, например. Колледж, это Московская область. Ну, вот так вот скажем, да, то есть, это вот... Хотя, казалось бы, что нам... Понятно, что никакой веры нет уже нашему там правительству, руководству и так далее, но что нам обещали? Нам обещали, что будут только там служившие, определенные воинские специальности, определенные это все. Это уже сразу, сразу... Ну, понятно, что это был вот лед, который хрустнул тут же, вот этот лед, этой лжи, да? Ну, то есть, как бы, это хрустнуло даже не через месяц. Это хрустнуло буквально на следующий день. То есть, людям приходят повестки, людей хватает. И вчера уже даже в Рео-Новостях, очень такой источник-то мы понимаем, откуда, да, там ноги растут. Какой-то военком, я уж не помню, сказал, что будут призывать А, Б, Б категории. То есть, они, в принципе, все подлежат. То есть, по-большому счету, любой мужчина старше 18-ти, ну, до каких-то там, я не знаю, достаточно больших возрастных пределов, я не скажу, что, ну, где-то, наверное, 70-ти примерно так и есть, они сейчас рискуют, к сожалению, вот на эту бойню отправиться, да, то есть, которая вот таким вот образом может проявиться. Может, это сделано для террора россиян? Следующая ступень? Запугивание? Возможно, возможно, то есть, нет, есть вообще такая теория большая, что от России, в принципе, кто-то ставит один большой социальный эксперимент, то есть, насколько нужно довести страну, то есть, как бы, насколько нужно запугать, закошмарить народ, чтобы он хоть что-то начал хоть как-то аккуратно высказывать. Я, правда, говорю, удивляюсь, что тут все еще пытаются искать, смотрим, рациональное зерно, на самом деле. Нет, тут я согласен, просто вот, я вспоминаю, сколько было разговоров, что у нас все тут нуля, все пытались как-то, ну, мыслить рационально, что она никому не выгодна, это приведет к большим денежным потерям и прочие-прочие санкции, еще какие-нибудь ништяки. Все думали, ну вот, они все как будто себя таким образом успокаивали, что, ну, вот, вот не будет, вот это случилось. Но все-таки война началась, и сейчас я просто слышу чуть ли не те же самые дискуссии, ну, я слышал чуть ли не те же самые разговоры перед мобилизацией, вот просто даже, даже с женой просто разговаривал, но я говорил, ну, нет, ну не будет мобилизации, там опять, что будет какая-то скрытая мобилизация, ну, она и так в некоторой степени шла. И, опять же, она тоже пыталась какими-то, ну, рациональными аргументами руководствоваться. Я ей просто сказал, слушай, вспомни, 24 февраля, как началась война, и уясни для себя главную мысль, здесь сейчас в принципе нельзя руководствоваться какой-то рациональной лойкой, рациональным мышлением. Может быть, мобилизация будет, и я оказался прав, к сожалению. Что будет дальше на самом деле? Тут действительно мы вступаем в такую, понимаете, эпоху турбулентности, то есть уже абсолютно никаким новостям из России удивляться не стоит. Начиная там, ну, условно потенциально, и не подумайте, что там откидывают какую-то идею власти мужчин, да, ну, просто в их людоедской логике. Могут, например, начать отъем квартиру тех, кто уехал за рубеж, потому что они предатели. То есть нарратив о том, что все те, кто уехал, они предатели, он уже в принципе достаточно неплохо укореняется. То есть, вот, какое-то применение тактического ядерного оружия, да, это вот мы не удивимся без правды, если, не дай бог, это будет. Мы не удивимся абсолютно. Ну, то есть уже настолько план по удивлению в 2022 году опущен для России и для того, что здесь происходит, что, в принципе, к сожалению, да, то есть вот у нас вот это вот окно возможностей, скажем так, да, вот для репрессивных каких-то вещей, оно уже открыто настики, открыто нараспашку. Вот. Ну и понятно, что глобальные социальные потрясения, да, то есть, например, когда мы читаем о том, что будут списывать кредиты, будут списывать кредиты тем, кто, соответственно, отправится. Войска это ведь тоже очень большой дьявол в деталях, именно для нашего социального. Там очень странная формулировка, что там, типа, в случае смерти, иждивенции не несут кредитную какую-то нагрузку. Но вопрос в том, что это, вот опять же, закон, что дышит, как его повернуть. Может быть, статься так, что, в принципе, например, человек платил, платил ипотеку, он погиб, и, соответственно, ипотека с него, например, каким-то образом снимается. То есть, получается такая вот очень сложная, страшная вещь, да, потому что, например, жены и дети, возможно, будут желать смерти своим отцам, братьям, кормильцам, которые будут, соответственно, да, просто потому что это решит их текущие шкурные финансовые проблемы. Да, мы уже слышали про там эти вот, меняю сына на машины, но тут небольшие, конечно, были завороты. Завороты, кстати, из родной... Да, это именно, что, наверное, уже все было, по 7 миллионов-то обещали платить, надо посмотреть, как это реально выплачивалось. То есть... Сколько получил, а сколько получил, значит, отказ, кто-то где-то, да... каких-то не таких бумажек, не так оформленных, пропал без вести, уже, значит, они умерли. Да, кто-то где-то, конечно, все-то получал. Но случаев, когда государство обманывало, даже в таких вещах, даже в таких людоедских вещах, и, конечно, ну, это сплоширят. Никогда такого не было. У Роспячка. Да, ну, это, у Шойгуста, 5-6 тысяч потерь, а у Арестовича 50 тысяч потерь. 55. Ну, да, 55. То есть вот эти, условно говоря, сколько там, 49 тысяч, они без 7 миллионов поставили. Нет, это понятно. То есть даже Z-военкоры, которые, да, вот они, как вот воргонзе, там, Семен Пеков, он так отреагировал на это, естественно, мы все это читаем, мониторим для общего развития, это не понимаем. Ну, то есть он сказал, я не знаю, как у вас потери 5900 человек, а у нас потери другие. И это написал человек максимально лояльный власти, максимально поддерживающий все то, что происходит. И даже у этих людей закрадываются иногда сомнения в том, что нам говорят про. Ну, то есть как бы что говорить о достаточно в целом аморфной массе населения. То есть как бы у русских, у россиян и всех народов, которые населяют Россию, да, к сожалению, наши многонациональные страны отбили, в принципе, все желание. Точнее, отбили вот этот, знаете, вот ген протеста, вот он отбит. То есть его вот... Офогнание себя как единым обществом, как-то Кадаркович, что говорю, гражданское общество. У нас не разу. Насколько его всегда выжигали, вот этот вот ген, да, то есть вот и начиная даже не со сталинских, даже с царских времен, да, то есть как бы вот, к большому счету, то, что мы наблюдаем сейчас, почему у нас, условно говоря, там в зоне проведения так называемой спецоперации, да, почему у нас там и с имперками люди, и с серпастыми, и латкастыми знаменами, да, казалось бы, одни против других должны быть. Но все это антидемократы. Все это противники реального народовластия. Что коммунисты, которые видят в идеалу коммунистическая, там, коммунистическая страна, там, в эпохе Сталина. Что монархисты, которые там руководствуются словами Александра Третьего, да, что у России сколько там, два союзника, армия и флота. И вот этот красно-коричневый союз, который, ну, собственно, в современной России обосновался еще где-то в году, в 93-м, да, вот мы помним те события, там, октябрьские, скоро как раз 29 лет без всех событий, да, когда, говорят, Ельцин расстрелял парламентом, ну, это были абсолютно недоговороспособные люди, просто если бы тогда так не было сделано, мы бы в это скатились все гораздо раньше, понятно. Вот, и весь этот антидемократизм, он, конечно, всегда, вот к чему я вел, он всегда служил на подавлении любой протестной активности, в принципе. То есть, если человек каким-то образом живет вне парадигмы ценностей поесть, поспать, сходить на работу, там, где-то провести время с родными и близкими, если он начинает задумываться о том, что происходит, и если его мысли, если его мысли таким образом не совпадают с какой-то вечно колеблющейся генеральной линией партии, в моменте такой человек всегда считается предателем.